Слушайте. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Доброе утро еще раз, уважаемые радиослушатели. Абик Релкин, Александр Шунин. Доброе утро. Утром сегодня на Болткоме. Вот мы в перерыве тоже очень активно дискутировали. Естественно, не о гарантиях безопасности. Эта тема пускай уже дальше лидеры мировых держав обсуждают. Я думаю, что тема еще долгоиграющая. Мы говорили о таких вопросах, которые волнуют, наверное, всех жителей Латвии в таком ежедневном режиме. Речь, конечно, идет о безудержном росте тарифов на газ, электричество, отопление. На прошлой неделе правительство долго мучилось. Думало, как же помочь жителям Латвии. Да, решило не помогать. Решило действовать по принципу никому ничего. Ну, мы же только литературные слова здесь используем в эфире. Да, значит, ну, на самом деле это не совсем так. Все-таки решено, я так понимаю, что все-таки завтра это решение будет юридически оформлено, снизить на 50% так называемый тариф на распределение электричества. Ну, или доставку, говоря простым языком. Садовый стыклус, это дочернее предприятие Латэнерго, на 50% должен быть снизен этот тариф. И государство даже компенсирует садовый стыклус такой потерей вот этих доходов. Но на самом деле это мало повлияет на счета, на электричество. Ну, может быть, не знаю, на 2-3 евро, это тоже хлеб, конечно. На 2-3 евро будет меньше счет, уменьшится ОИК, или вот этот коэффициент обязательной закупки зеленой энергии, еще евро с копейками. Да, вот это экономия, тут вот карта и поперлась сразу. 4-5 евро сэкономят в итоге. Мне нравится это иезуитское решение, на самом деле. Давайте мы не будем помогать конечному потребителю, потому что, а зачем? Они же всего лишь налогоплательщики. Давайте-ка лучше из их денег, которые налоги-то заплачены, компенсируем садовый стыклус потерей недополученную прибыль. Да, мы должны еще учитывать, что, допустим, Латэнерго каждый год демонстрирует рекордную прибыль. Но это такой скрытый налог, потому что эти деньги в основном Латэнерго не остаются, они уходят в госказну. И каждый год правительство там решает, что там 90% всей прибыли, или 99, или 95% всей прибыли Латэнерго зачисляется в госказну. О том и речи, что, в принципе, просто то, что принято называть государственными деньгами, которые, на самом деле, конечно же, не государственные, а наши, переложили из одного кармана в другой, а нам не помогли. Но зато с красивыми лицами вышли, сказали, мы придумали схему, как вам облегчить, снизить счета. На целых три, а может быть, даже четыре евро. Да, а вот Эстония, которая никому земной поклон не бьет, но которую мы пытаемся отчаянно догнать, и вот Эстония уже приняла решение, еще, что называется, вчера, и такие выплаты будут производиться уже в этом месяце, и за ноябрь, потом за декабрь, и за январь и так далее, приняла решение о том, что государство будет субсидировать вот эти тарифы на электричество всем семьям, у которых доход до 1000 евро. Вот я понимаю, это правильный подход. То есть они взяли, посмотрели, фактически до 1000 евро, это, ну, почти по нынешним ценам, это семья малообеспеченная, не малоимущая, но малообеспеченная, да, и она будет им помогать. Вот это, как бы, конкретное решение, кроме того, Эстония, в отличие от Латвии, меньше это обсуждала, а просто взяла и приняла решение о снижении НДС на газ и электричество. Так и хочется задать вопрос, а что, так тоже можно было? Да, можно было. А что, неужели наши не могли придумать что-то такое? А мы будем Эстонию... Ведь придумали, ведь пытались, но нет. Мы будем Эстонию догонять, я сразу вспоминаю этот анекдот. Мы никогда не догоним Эстонию. Я сразу вспоминаю этот одесский анекдот, когда, значит, там, жена говорит мужу, слушай, говорит, а ты знаешь, что сказали наши руководители-то? Наши руководители сказали, что через 5 лет, да, ну, в крайнем случае, через 10, мы догоним Европейский Союз по уровню жизни. На что тот отвечает, говорит, да, а что с ними случится? Ну, то есть, фактически, чтобы мы догнали Эстонию, она должна как бы... Развитие в этой стране должно прекратиться, они должны ждать, пока мы их догоним. Ну, зато вот эта классическая шутка старая и дурацкая про далеко ли до Таллина, вы знаете, далеко, бесконечно далеко, и догнать вряд ли нам представляется возможным в каком-то обозримом будущем, потому что ребята действительно ушли вперед, они развиваются, они помогают своим жителям. Более того, такое впечатление, что наши политики и некоторые чиновники, ну, например, СГД своими вот этими... Ну, как, они работают честно, они работают на разрыв аорты, цепорнос, СГД прямо хорошо собирают налоги. Но вот эта вот война, которая объявляется вечно то малому бизнесу, то среднему бизнесу, они же прямо идут как вот... Ты в тонце свиньей на этот малый и средний бизнес, выжимая последнее до капли, так малый и средний бизнес начинает потихоньку перетекать. По ту сторону эстонской границы, я так понимаю, скоро некоторые чиновники получат, я не знаю, какую там государственную награду высшего Эстонии за то, что наши переходят к ним, платят там налоги, работают там и чувствуют себя легко и просто. Да, вот, кстати, по поводу развития, такое ключевое слово, которое звучало как раз на субботнем конгрессе партии Латвия, соответственно, для развития Латвии. Эта партия, напомню, в составе объединения движения «За» входит правящую коалицию, у них два министерских поста, это пост министра здоровья Даниил Павлиц, он как раз представляет движение «За», и вот эту партию для развития Латвии правительство представляет молодой министр среды регионального развития, Том Сплэшс, да, ну вот, правда, он тоже выступал, но, как обычно, не столь ярко, а вот более ярко выступал Юрис Пуце, бывший как раз министр среды регионального развития, ныне депутат Сейма, который сказал, что вот по развитию мы теперь отстаем не только от Эстонии, но еще и от Литвы. Это вот прямо дословная его цитата, которая на субботнем конгрессе прозвучала. Да, и дальше он говорил о необходимости реформ, у нас же мало реформ, да, народ только ждет, чтобы их... Он предложил в очередной раз региональную реформу? Нет, региональную уже, видимо, хватит, надо еще подождать пару месяцев до следующей реформы. Он предложил... Налоговой давно не было. Да, ну вот, не угадал, он предложил реформу образования, тоже давно не было. Давайте окончательно развалим. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да, он предложил реформу образования, ну, по существу, и, насколько я понял, чтобы было школ меньше да лучше, и он крайне обеспокоен большим количеством вузов в Латвии. Он тоже предлагает их, как это повежливее сказать, оптимизировать или консолидации. Он произнес такое слово «консолидация». Я тут... И еще «зеленый курс». Прошу про... Ну, «зеленый курс» — это понятно, это уже общее место. А про вузы мне очень интересно. Он оптимизировать хочет что, частные вузы? Ну, консолидация. Он же не объяснил, но консолидация. Дальше разберутся эксперты. Потому что по частным вузам, в общем-то, таким тяжелым дорожным катком проехали несколько раз только в течение этого года. Ну, ничего. Примев те же самые поправки к закону о высшем образовании, обязав организовать, я не знаю, советы этих вузов и так далее. И поставив заведомо невыгодное положение частников. Государственные вузы тоже. Они сейчас пытаются тоже советы там организовать, их автономия урезана. То есть у них тоже проблем хватает. В общем, все вузы поставлены, частные особенно, конечно, но вот все вузы поставлены, как повежливо сказать, не очень выгодное положение. Здесь надо подбирать слова. Нам не надо ничего развивать, нам надо оптимизировать. Как больницы, как школы. Будем все оптимизировать, да. Но на самом деле есть определенные... Вот у нас у меня был в эфире на прошлой неделе, естественно, был в эфире виртуально. У нас в основном сейчас гости виртуально. По Зуму мэр Елговый Равенщ. И он сказал, что они хотят сейчас на базе Елговской больницы открыть специализированное инфекционное отделение. Ну, то есть есть понимание того, конечно, что рано или поздно, ты об этом сказал уже в самом начале эфира, пандемия закончится. Но инфекционные заболевания, как таковые, никуда не исчезнут. И, видимо, он понимает, что вот от этого закрытия больниц, перепрофилирования отделений, да, и попытки как-то, не знаю, так сказать, уничтожить то, что может понадобиться, пускай не сегодня, а завтра, да, вот это не тот путь, который нужен, да. У нас ведь фактически еще бы чуть-чуть в свое время бы и инфекционную больницу тоже бы закрыли. Поэтому вот эта пандемия хотя бы какие-то такие позитивные уроки нам приносит, что нужно прекратить вот издеваться над здравоохранением и не жить только сегодняшним днем. Ага, сегодня нет пандемии, нет эпидемии, все закрываем, а завтра есть, мы будем вообще думать, что делать. Помнишь, как было в свое время с детскими садами? Понятно, что рождаемость была катастрофически низкой в 90-е годы, и эти вот детские сады, в Риге особенно это было явно видно, во что только не превращались, в какие-то такие клубы, в бары, их вообще сносили, там кто-то приватизировал. А потом, когда ситуация улучшилась демографическая, в том числе не столько за счет раздаемости, сколько за счет того, что из других регионов в Ригу начали приезжать, и выяснилось, что нет даже у города каких-то таких приспособленных, которые можно приспособить под детские сады, реновировать и так далее, уже нет помещений. И по сей день, по сей день, проблема не решена. Да, вот об этом-то идет речь, что нужно все-таки не думать, вот сегодня посмотрел на статистику, ага, рождаемость упала, сносим детские сады, ну или распродаем. Уже не надо. Нет пандемии. О, зачем нам эти инфекционисты? Ну нет, ну понадобится, что-то мы решим. Хотя, как мы понимаем, что на подготовку хорошего врача уходит минимум 10 лет. Это вообще минимум-миниморум. То есть, чтобы, с учетом того, что у нас средний возраст инфекционистов тоже уже так приближается к пенсионному, да, чтобы сегодня подготовить это новое поколение вот врачей-инфекционистов, вот если сегодня люди начали, то 10 лет должно пройти, чтобы пришла вот эта новая смена. Поэтому это на самом деле и об образовании, то, что ты сказал, ты абсолютно прав. Вот это там частные вузы, ведь разрушить очень быстро, а потом всю эту базу нарастить, преподавательскую, программное обеспечение и так далее, и так далее. Ну что, я думаю, что мы, наверное, приявемся и скажем, что ждет нас в следующих встречах. Конечно, конечно, нас ждет Никита Троянский, представитель бюро вакцинации, ну так как мы это называем, конечно же, это отдел вакцинации Национальной службы здоровья. Ты упомянул Елгову, хочется предупредить наших слушателей, которые за рулем и двигаются в направлении Риги, как раз-таки где-то из-под Елговы, там авария достаточно сильная и частично блокировано движение на Елговском шоссе в сторону Риги, такой колоссальный затор социальной сети, очевидцев в социальных сетях сообщают. Да, так что будьте, пожалуйста, бдительны и аккуратны. Да, снова ухудшилась погода, снова вот этот пресловутый черный лед, поэтому берегите себя, пожалуйста. Мы вернемся с Абиком в эфир с гостем, с Никитой Троянским, через несколько минут в начале нового часа. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова